здравствуйте мои дорогие зрители и подписчики канала мы продолжаем прохождение третьей части мест exile изгнанник находимся мы в природном мире извините забыл как он правильно называется говорил себе не один раз записывай название миров ну ладно мир природный у нас осталось с вами я так думаю не так много потому что мы спустились до самого низа этого древовидного сооружения по-другому не скажешь я так понимаю его осталось не так много но тем не менее у нас еще с вами очень много всего неразгаданного давайте-ка мы сейчас здесь хорошенько осмотримся потому что явно что-то я выпускаю из вида а выпуская из вида как обычно одну из важнейших составляющих это источник света ох ты ж ех ты ж а хорошо я понял мы можем направить свет на вот эти лапки на вот эти тычиночки этого цветка нам надо его и оставить открытым хорошо я вспомнил почему я не до проходил эту часть где-то в этом мире был какой-то глюк и если я где-то на чем-то вылечу вы уж меня извините как раз по моему с этими пестиками и тычинками но будем надеяться что этого не произойдет но я боюсь что все-таки это возможно поэтому я буду иногда по серии сохраняться по мере продвижения по серии посмотрим что у нас в итоге выйдет с этого всего итак мои друзья мы выгнали отсюда а прошлой серии бабочек раскрыли вот этот цветок и раскрыли тот цветок я полагаю нам надо теперь прикольный я полагаю нам теперь надо пробраться в то первое в тот первый цветочек и есть что-то там смастерить и сделать я видел страница тихо 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 да вот они хорошо страница не очевидно и всегда есть большая вероятность что их просто пропустишь так цветок раскрыт я не знаю что сейчас произойдет но поехали ладно птица ох ты ж молодец смотрите это те самые плоды которые кусал птенец она теперь прям целую пачку схватила вместе с нами куда она нас поперла только не сбрасывай меня в океан пожалуйста теперь мы Так, друзья мои, и куда? Вниз? Нет, не вниз. Смотрите, это ещё один рисунок этого мира, и это говорит о том, что он у нас подходит к концу. Жалко, конечно, но что поделать это прохождение, рано или поздно всё подходит к своему логическому концу. Хорошо, накалякал как смог, мы получили рисунок этого мира, собственно, и прошли этот мир. Я вообще не представляю, как на нём кто-то мог выжить, потому что он абсолютно непригодный для жизни человека, но тем не менее. Прошёпывали, Джанин. Возвращаясь к каждому миру, возникает такое ощущение победы, прям не знаю, как его передать, но это круто. хорошо, у нас есть три изображения миров. начнём же их помаленьку помещать на вот этот стол, как это делал Сальведро. я хоть, наверное, под конец прохождения научился выговаривать его имя. Ну, не будем откладывать долгий ящик и поехали, друзья. итак, я помещаю первую бумагу на столик. Это выдвигает нам яйцо. Не так-то просто, да, Атрос? Бегаешь, как крыса в лабиринте, ищешь какие-то знаки, чтобы спасти свой мир. То там, то здесь. Это место трудно найти. Сирус и Ахинар плевали на спасение Нараяна. Все разговоры о регулировании нестабильности, переписании миров, чтобы мы смогли жить своей жизнью. Пустая болтовня, чтобы скрыть правду о том, зачем они здесь. Но мы верили их в лже, Атрос. Мы отказались от своих традиций, забыв, что благодаря этим традициям Нараян был жив. А когда деревья стали погибать, я последовал за ними, чтобы сказать, что они натворили. Они смеялись. Сказали, что им нет дела до Нараяна. Сказали, что уже давно успели взять все, что было достойно спасения. Так что, мой дорогой друг Атрос, я привел тебя на место, где начнется твое обучение. Найди оставшиеся два символа, и ты увидишь, что твои мальчики сделали с Нараяном. Девушки отдыхают. Хорошо, немножко мы положим их не к месту по задумке авторов, но тем не менее это не мешает нам. Мы послушаем сразу все диалоги. нет ничего плохого. Так, книга открылась. Этого ли ты ждал, Атрос? Преследуй меня в надежде вернуть свой Релешан. Нет ли места ты ожидал найти? Я прочитал твой дневник в Трамане. А потом я нашел книгу перемещения, забытую в обсерватории. Я прочитал все о Дании, как ты создал их мир сначала. Неужели ты смог это, Атрос, после всего, что случилось с Нараяном? Ты смог начать новый мир? Плохая идея. Слишком много крови на наших руках, слишком много зла. Этого не перечеркнуть рощерком пера. Еще один символ Атрос. Нараян ожидает. Вот сами понимаем, что идем в какую-то заготовленную ловушку и продолжаем бестолково в это двигаться. Хорошо, друзья. Третий символ. Прекрасно, сыновья. Но впереди еще одно испытание. Книга, которую вы здесь видите, связана с миром Нараян. Это очень хрупкий мир, где цивилизация возникла в ответ на диспропорции мира. Это также первый населенный мир, куда я отправляю вас одним. Но не бойтесь. Знание, полученное здесь, покажет вам путь. Тогда вы увидите все, на что Нараян способен. Вот это сейчас было немножко неожиданно, но я поясню. Вообще, мир Джанин с его башней и три книги перемещения были написаны для Сируса и Окинара, чтобы они могли в своих путешествиях изучить принципы построения миров, принципы динамики в большом вот этом пинбольном мире, принципы энергетики, скажем так, в мире вольтик или как-то так. Вот. И принципы взаимодействия живой природы в последнем нашем мире. Вот. И это было сделано как испытание для них. Но так как здесь жил Сальведро, он частично это все дело перепрограммировал. И как вы понимаете, пройдя эти испытания Сируса и Окинара, они и оказались в итоге в мире Нариян. Мы сейчас проделаем этот же путь, по сути изучаем то же самое, что изучили они в свое время. И теперь мы отправляемся в первый мир, где была в свое время цивилизация, а теперь нынче он разрушен сыновьями. Что ж, друзья. Вперед. Мир Нариян. Нестабильный, связанный между собой многими тенденциями энергий и ныне превращенный практически в пепел. Хорошо, идем туда. Природа. Так. Любовь, энергия, энтропия. Вот это у нас пространство типа. Сила. Хаос. Трансформ. Так. Изменения. Сила. Так. Это части от тех. символов, которые мы находили в мирах, то есть вот этот символ изменений, он присутствовал в символе мира. Вот это природа был, по-моему, символ, да и мы сейчас попробуем с вами набросать, разложить все это дело. Это, я так понимаю, составляющие этих миров. Вот цикл еще был. То есть, где этот символ-то? Яблочко. изменения и цикл, цикл изменения, он составлял по-своему символ мира. Мира, вот этого пейнтбольного мира, да. Извините за такие названия. Я, правда, забыл, как он называется. Ам... Аматрия, по-моему. Хорошо. Не понимаю пока, зачем нам это надо, но это очень любопытные моменты. Смотрите, здесь штандарты сорваны. То есть, мы не можем что-то, какие-то символы узнать, их обозначения. Но это очень любопытное место. Я, может быть, немножко здесь тормознусь и переведу все миры для вас, их обозначения, если нам это, правда, в решении не понадобится дальше. Давайте изучать этот мир. Что тут у нас есть? Мы находимся в каком-то куполе, и вокруг такие же купола этого мира. Он словно поврежден. Что? Ты не... Где он? Я знаю, что он здесь. У меня его книга. Где же он? Я равно, наверное, сюда. Не пришел. Я забрал Релешан у него. А взамен он прислал тебя. Идиот. Как я мог подумать, что это сработает? Я думал, что смогу заставить его прийти сюда и все исправить. Почему? Зачем ему переписывать на Роян? Из-за моих посланий? Из-за моих рисунков? Да, у тебя нет. Смотрите, на этот мир. Вот что от него осталось. Когда же я наконец пойму, что ему наплевать на меня?! Костюмы шторы сделаю. Никто не выживет. Которые там обрезаны. Он меня сейчас убьет, что ли? Мы застряли здесь, знаешь? Книга перемещения в Джананин пропала. Осталась там, когда возвращался из кабинета Атуса. Что до Нараяна? Посмотри вокруг. Это комната! Единственный выход отсюда. Аатрус поставил какую-то защиту. И мне никогда не удавалось пройти ее. Ни разу за эти долгие годы. И ты тоже застрял здесь, как и я. Пока я не открою эту книгу. И тогда Аатрус узнает, каково смотреть, как твои друзья и родные погибают. Если ты найдешь выход, я советую тебе подумать, стоит ли его использовать. Потому что одно я знаю точно об этих книгах. Двери, открытые ими, не закрываются за тобой. Я думал, он мне сейчас молотком по башке стукнет, и на этом все закончится. Ладно. Я так понял, он там. Он закрыт. И он меня к себе не пропустит. Он пытается вскрыть книгу Релишан, чтобы уничтожить Дени. В отместку Аатруса. Здесь какой-то вентиль, но зачем он, я не понимаю. Ладно. Не суть важна. Разберемся позже. Там гондола, да, вот эта, по принципу той, что была в мире Вольтека. Но мы не можем. Она ведет куда-то за пределы этого шара. Но, скорее всего, на ней не поедем. Хорошо. Давайте исследовать эту местность. Что тут у нас есть? Куполом все закрыто, да? То есть мы не сможем пройти. Но у нас здесь есть дверь. Дверь, не дверь. То ли это растение, то ли что-то. То есть мы на нее можем как-то взаимодействовать, а оно приоткроется. Ладно, друзья. А это что за установки? Их назначение мне непонятно. Ну, давайте попробуем с этим как-то взаимодействовать. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, хорошо. Что это вообще и как это работает? То есть вы предлагаете мне здесь выставить символы. А в какой последовательности? Ну, я понял, что нужны три символа трех миров, которые мы посетили. Только в какой очередности они нужны? И что вот это? А это у нас не открывается. Давайте переведем тумблер. Глянем, что здесь. Здесь тоже нужен какой-то символ. Хорошо. Хорошо, друзья. Стоило ли нам подниматься наверх, чтобы с ним поговорить? Да наверняка стоило, потому что у нас других путей нет. А также я понял, куда делай штора. К сожалению, наш друг ее использовал для создания одежды. Здесь у нас есть символы. Я не все переводы помню, честно. Динамика, независимость, прощение, по-моему. Свобода или желание. Движение. Мой английский хорошо, конечно. Надо доставать словарик, потому что я не помню многих назначений. А если мы наверху поставим тумблер в положение на бок, я, по-моему, оставил, как он и был изначально. Нет, я его все-таки сдвинул. Хорошо. Энергия мира подается на те штуковины. Если мы поставим прямо, они, скорее всего, не будут работать. Я уже понял, что надо делать. Надо просто сравнить три символа миров, узнать, что они сами по себе означают. Да, видите, без запятки не работает. Поэтому мы в любом бы случае поднялись наверх, в любом бы случае послушали этого человека, сальвадо. Я полагаю, я сейчас немножко поставлю на паузу запись, сделаю для вас перевод символов и к вам вернусь, друзья. Так, дорогие мои, я посидел, перевел миры. К сожалению, я по своей очередной забывчивости просто забыл, как они называются, но давайте так, кто помнит, откуда символ, вот этот у нас из мира пейнбола, Аматерея, по-моему, я могу ошибаться опять же в названиях, здесь есть два символа, это собственно Change, как вы видите, перемена, и символ Forge, сила, сейчас я вам его найду, вот Forge, то есть состоит из двух вот этих частей, то есть он обозначает у нас силу перемен, видимо, это характеризует тот мир, в котором мы были, следующий символ, он у нас из Вольтека, и он означает Motion и Future, то есть движение, сейчас один момент, по какой-то непонятной причине у меня перестали отображаться внизу книги, но их все равно можно вот так включить, как вы видите, это более всего похоже на знак будущего, а это знак Motion, то есть движение прогресса, наверное, движение будущего, что-то такое, то есть в данном случае это изменение сила, здесь движение в будущее написано, если грубо говорить, здесь у нас также два символа, это символ Nature, природа, и символ, я извиняюсь за мой английский, он может быть не совсем правильный, Encourage, Encourage, наверное, как-то так, вот этот символ, он означает поощрение, то есть дары природы, или связь с природой, да, ну вот какое-то такое назначение, я предполагал, что эти символы надо вбить сюда, и что-то произойдет, но я попробовал, ничего не получилось, однако между тем, а вот здесь смотрите, здесь отображается странность, конечно, какая-то, так, я полистаю для вас журнал Сальва до самого начала, я думаю, мы собрали все, или почти все, что могли собрать в своем путешествии, страниц действительно стало довольно много, поехали, друзья, немножко я собираюсь эту серию вот так вот размышлизмами подзатянуть, потому что следующая, скорее всего, у нас с вами будет последняя, если я, конечно, не пропустил еще каких-то страниц, ну ладно, извините, если пропустил, я старался собрать, честно-честно, так вот, я начал читать дневник Атруса, мне показалось, что есть там ответ на то, что же мы здесь должны сделать, потому что все-таки сам принцип построения миров здесь обсуждался, я заметил посмотрите, какую вещь, энергия базовое топливо, которое дает силы к деятельности, иными словами, энергия питает будущее движение, Energy Power Future Motion, все эти слова у нас с вами есть в виде знаков, полистав дальше, меня вот этот момент заинтересовал, почему локализаторы игры, ну, я не знаю, можно ли это назвать подсказкой или нет, все-таки, когда люди бы читали все на одном массиве, то есть, не выводилось бы все вот так вот в скобке, да, они бы это просто прочитали как часть текста, причем, я понимаю сложности, потому что технически английский, он сложен сам по себе для восприятия, вот смотрите, природа усиливает взаимную зависимость, Nature у нас есть, Charge, это усиление, то есть, Nature Incurrence Mutual Dependence, да, вот как-то так, и эти все символы у нас есть, причем, это группы слов, которых, собственно, у которых есть знаки, далее, если листать, то вот, смотрите, еще, динамические силы ускоряют перемены, Dynamic Force, Spoon, Change, они у нас все есть, и я предполагаю, так, вот еще один момент, забалансированная система стимулирует цивилизацию, Balanced Systems Stimulate Civilization, я так понимаю, друзья мои, что первые три высказывания мы должны занести сюда, переписав символы и знаки, если нам их вообще хватит, потому что, я боюсь, все не так просто, потому что здесь штора одна оторвана, и наш дружище в нее умудрился замотаться, но не суть. Четвертое же высказывание, которое подводит итог под всеми выражениями, о силах природы, о силах науки и так далее, это выражение Balanced Systems Stimulate Civilization, то есть сбалансированность систем стимулирует развитие цивилизации, и это будет последним выражением для вот этого отдельного стенда, где нам надо набрать одну речевку, но, друзья, как вы понимаете, я не буду делать это на видео, потому что вы, ну, представьте, я сейчас начну вот эту беготню, вот этот, ага, вот так, потом я его туда побежал, вывел, потом пошел за следующим символом, я сейчас соберу это все дело за кадром, потом мы с вами, наверное, посмотрим, что прав я был или нет, ну, потому что других идей у меня уже просто нет, и мы посмотрим, чем же развернется, что же произойдет у нас в итоге, я знаю, что серия получится не сильно большой, и вроде бы уже конец игры, и надо бы вроде как-то завершать, но вы поймите, мы еще сделаем с вами серию с концовками, и я хотел бы объединить финалочку и другие варианты следующей серии, ну, что ж, всем спасибо, друзья, за внимание, я надеюсь, что вот эта идея была правильная, потому что выложить даже вот эти символы на вот этих штуках, это не такое простое занятие на каждой палочке, но я надеюсь, все у нас получится, давайте, друзья, до новых встреч, до следующей серии, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok